Здравствуйте, сегодня у нас тема кальцевирусная инфекция кошек, диалогия, патогенез, клинические признаки влечения и профилактика. Здесь немножко, что же такая сетка, поэтому если вдруг я отключусь, куда можно, может интернет тоже пропасть. Так, давайте подождем, наверное, Александр, сейчас скроем все счет на присоединительный Т3 и начнем. Если меня слышно, то отпишитесь, пожалуйста. Отлично. Так, давайте, наверное, начнем. Значит, тема кальцевирусная инфекция. Значит, кальцевирусная инфекция у нас. Кальцевирусная инфекция считается высоко-контагиозным. Остропротекающие инфекции кошек характеризуются на поражении дыхательной системы и ротовой полости. Разриваться она может у всех видов животных, независимо от возраста, породы, места проживания животных, любви чаще всего встречаются у молодых животных, значит, тогда, когда иммунитет еще, допустим, ослабый. Также у больных, у кого ослабленный организм может быть, ну, возникать. И заболевания также могут быть подвержены старые кошки, ну, гипсикроническими заболеваниями. И те животные, которые живут большими группами наших любимых кошатников, да, когда их там по 20 кошек. Относятся к распространенной патологии, и мы часто встречаем кальцевирус. То есть, значит, другим животным не передается, и также для человека это заболевание не опасно. Разболитель является мелкий орнекасодержащий вирус, который относится к семейству Пико-Ренавин-Рита-Де. Вилионы полиморфные, и обладают они икосоэдрическим типом симметрии. Геном представлен с почкой РНК, значит, сам вирус имеет только один главный сиротип, в котором могут быть антигенные варианты. И геном кодирует где-то с десяток белков, которые обеспечивают и аппликацию вирусной РНК. Также это рекламирование клеток и сборка зелелых вирионов. В зависимости от температуры и влажности внешней среды вирус может сохраняться до недели. Также вирус у нас чувствительный к изменению ПАР-среды, эфиру, хлороформу, также четверетичным аммониевым соединением. Чаще всего, ну, как бы, пути заражения у нас, да, происходит. Значит, ворота, инфекция – это у нас оральные, конъюнктивные, слизистые оболочки, также назальные. Значит, у оральных и респираторных штаммов происходит развитие по полости рта. Значит, на слизистые оболочки у нас образуются гладкие полуспирические обезикулы от 5 до 10 мм. также они могут развиваться на носовом зеркале. И после этого, после скрытия визикла, образуются авторы. Также в течение двух недель слизистая оболочка уже регенерирует. Активное размножение происходит в эпидемиальных клетках, крипт-миндалин, и также они подвергаются дистрофии и некрозам. Значит, источником инфекции являются больные животные у нас. Вирус выделяется с истечениями из носовой полости, ритовой полости, также со слезным секретом, с мочой, пекалиями в течение нескольких месяцев. Происходит изображение элементарным путем, то есть непосредственно при близком контакте, также эрогеном путем и через одежду, предметы ухода. Значит, кальциевероз может протекать латентно, и чаще всего бывает такое, что когда берем на инфекции, да, вроде кошка здоровая, ну, кальциевероз положительно проходит, вот, это у тех, у которых нормальный иммунитет, ну, как бы, может протекать латентно. У животных, которые ослабленные, например, есть какие-то другие инфекции, например, микоплазмоз, либо бактериальные инфекции, то кальциевирусная инфекция может вызывать даже гибель, и особенно у котят, у маленьких. А также у кошек, ну, мы знаем, есть, ну, вирус вносительства, является вирус вносительный. Механизм развития. Значит, сам возбудитель у нас проникает в организм кошки, и там активно он размножается. Как уже было сказано, в ртовой полости образуются пузырьки, они напоминают полусферы и имеют четкие границы. Диаметр их достаточно маленький, ну, бывает, конечно, да, большие. Значит, локализация пузырьков – это верхняя, либо боковая часть языка, также твердые нервы и наружная поверхность ноздрей, носовое зеркало. Через некоторое время эти пузырьки лопаются, и на их месте уже образуется язва. В случае, если лечебные мероприятия проведены, то язва проходит и, в принципе, ткани устанавливаются. Значит, активный кальциевирус размножается в подчелюстных лимфоузлах и миндалинах. Значит, после лечения миндалинах вирус на какое-то время еще остается. Зелотный является носителем инфекции. В случае, если отсутствует лечение, то язва углубляется в слизистую, также инфекция может проникать в легкие бронхи, вызывать некрозу и пневмонию. В редких-вредких случаях инфекция может прожить головной мозг и приводит уже к гибели. Клинические признаки. Инкубационный период, как и в принципе при многих инфекциях, составляет от 2 до 10 дней. У некоторых, у кого иммунитет чуть сильнее, может продолжаться до 3-х недель. Значит, в острой стадии заболевания у кошек проявляется быстрее. Это заболевание в течение 3-5 суток после заражения. В случае, если животное у нас вакцинировано, либо у него очень хороший иммунитет, то заболевание может протекать вообще бессимптомно. У котят чаще всего она протекает в остерок стадии. И клинические признаки явно выражены будут. Значит, штаммы разные. Их очень большое множество. И вирус мутирует периодически. Значит, какие симптомы самые основные? Это повышение температуры 40-41 градус в первые дни болезни. Также у животного может наблюдаться насморк. Появляется выделение из глаз. Соливация усиленная, повышается в своем течении. И у кошки часто мордочка мокрая, особенно подбородок. Если открыть ртовую полость при обследовании, то мы можем увидеть образование пузырьков, либо язвы на языке. У некоторых животных на носу мы обнаруживаем язву на целом зеркале, либо в носу непосредственно. Также у животного будет угнетение и общее слабое состояние. Из-за того, что у нас чихание, сухой кашель может наблюдаться. Будет воспаление бёсен и неприятный запах, особенно если запущенное заболевание. За счет этого будет снижаться иммунитет. Животное в некоторых случаях может, хочет есть, но не может принимать пищу. Также нарушение актодификации, возможно, либо диарея, либо запор, не всегда. И рвота. Также в запущенных стадиях заболевания и в редких случаях могут появиться нехарактерные для кальциевируса эти симптомы. Это, например, хромота, артрит, падение третьего века, судороги, могут появиться язвы на коже, также изменение поведения, возможно, и нарушение координации. При постановке диагноза, когда мы учитываем клинические признаки, то нам нужно дифференцировать от некоторых заболеваний, например, панликопении, стоматитов обычных, также риноцархиита, хромидиоза и бешенства. Потому что, когда мы видим слюну, чаще всего многие врачи сразу, если животное не вакцинировано, стараются не осматривать. Значит, стоматит у нас сопровождается также повышенной солевацией и образуются язвы и будет специфический неприятный запах из сорта. За счет этих язв будет потеря аппетита. Но при стоматите будет отсутствовать кашель, чихание и также будет отсутствовать выделение из класса и насморку, если мы дифференцируем от стоматита. В случае, если мы берем панликопению, то при панликопении будет специфическая боль в животе, также моча при панликопении темнеет, в крови у котят чаще всего, да, у взрослых кошек тоже можно обнаружить прыжок и крови. В случае, если мы берем ринотрохиит, то здесь, значит, для ринотрохиита характерны изменения роговицы и кератиты. Также в случае неспецифических симптомов, например, если мы у кошки обнаружили хромоту, то при ринотрохиите она неспецифична. В случае, если мы дифференцируем от хламидийной инфекции, то здесь мы должны учитывать, что при хромидиозе неспецифична обильная солевация. Также язвами стоматиты, если это не две инфекции. Также при хромидиозе блюфароспазм наблюдается. Ну и бешенство, будем разговаривать о нем в субботу, на субботу. И, значит, если от бешенства, то для бешенства у нас характерны такие симптомы, как это судороги, и при бешенстве нет насмерка, кашля, чихание, ну, кто рискнет засмотреть, это просто нет язвы в рту. Ну, там понятно, что еще много других клинических признаков, но это основные. Диагностика. Диагностика устанавливается комплексно. Первое, значит, нам нужно обязательно учитывать анамнез, клинические признаки. Также лабораторные исследования. Сейчас очень хорошо все это раньше, не всегда можно было провести. Значит, исключаем стоматиты, панликопени, хромидиоз, герпесвирусную инфекцию, рентрохиид и так далее. Значит, чаще всего для анализа мы берем ПЦР-результат, также учитываем физиологические данные, сколько животных у нас содержится. В случае, если у нас не проявляются клинические признаки на ПЦР, у нас показано положительно, то кошка в этом случае является вирусоносителем, либо у нее там слабое проявление заболевания. можно провести сирологические тесты, не всегда они дают положительный результат, но проводят их. Ну, это связано с вакцинацией. Значит, для того, чтобы провести исследование, берут выделение износа из-за рождовой полости, проводят, значит, исследования ПЦР, при разной цепной реакции, здесь мы обнаружим уже генетические особенности вируса. Общий анализ мочи, это, ну, как бы общий анализ мочи, там, смотрим, где еще есть какие-то поражения. То есть, сирологическое исследование можно провести биохимический анализ крови и общий анализ крови. В общем, анализ крови мы увидим снижение лейкоцитов и эгиноглобин. Значит, исследование необходимо проводить в момент обнаружения инфекции. Также можно провести, если, допустим, через 2 недели, да, после проявления первых симптомов. Значит, в первые сутки, когда обнаружили заболевание, да, и попросили к нам, мы вводим антитела. Значит, чаще всего это бетафел, просто бетафел, гиперумунные сыворотки. Вот. Значит, в них находятся готовые антитела. Единственное, что чаще всего мы их применяем с антигистаминными средствами, так как на чужеродный белок может быть аллергическая реакция. Для того, чтобы ее предупрестить, можно ввести димедролу либо сопрастин. Это бетафел, это бетафел просто у нас есть, да, это гамма-глобулин, который содержит высокий тетр антител против консервироза, рентахида и ликопении. Тоже могут вызывать реакцию. Также необходимо предотвращать вторичные, возникновения вторичной инфекции, поэтому мы назначаем антибиотикотерапию. Значит, ну и поддерживаем иммунитет. Значит, можно применять циклоферон, филипферон. Не знаю, как кому, но мне филипферон нравится. Вот. Доза филипферона это 200-400 тысяч единиц на животное. Ну и можно увеличивать, если мы видим состояние тяжелое. Это зависит от тяжести. Значит, антибиотики можно применять широкого спектра действия. Можно и моксицелин, да, тетритциклин, вариант, утилозин. Также мы применяем ну капли для глаз, санацию глаз, делаем носа, как противовирусные препараты. Это могут быть дананандин, например, да, циклоферон. Значит, в случае, если у нас животное долго не ест, у него обезвоживание, можно внутривенно ставить капельницу. Это может быть раствор рингера, рингер лока либо 5-процентная глюкоза. Ну и используют капельный нос. Есть универсальный темонандин активирусный. Чаще всего их назначают. Для промывания пола стирта можно использовать хлорогексидин, фуруцелин, также раствор любое используют многие, если брать, допустим, метрагилдент некоторые, облепихолов масла и так далее. Единок кто-то использует антицептический препарат. Также можно применять витамины группы В, мультивитамины, их тоже используют. Кормление. Если нет рвоты, то животное мы кормим. Кормим жидкой пищей и желательно, чтобы она была тепленькой. Можно кормить промышленными кормами. Есть специальные корма для слабленных и больных животных. Также необходимо проводить обязательно ежедневную дезинфекцию кошачьих предметов ухода. Обильное питье. Тоже вода должна быть теплой. И санация глаза на стертовой полости. Это обязательно. Профилактика. Самая главная задача это предотвратить заболевание обязательно проводить как вчера говорили это ежегодная вакцинация ревакцинация вакцинами которыми мы пользуемся неважно российского производства либо нет какого владелец предпочтет с двух месячного возраста мы начинаем вакцинацию и по схеме. Также желательно если животное у нас не вакцинировано то лучше ограничить его общение с другими животными особенно уличными. оно вакцинировано то в принципе на улицу ходит здесь вы ничего не сделаете. Также соблюдать правила содержания животного в квартире. Если мы заводим другую животное привезли котенка то необходимо соблюдать карантин желательно до двух недель изолировать животное если есть возможность то не в доме ну не в квартире и обязательно у животного должен быть полноценный рацион здоровья. Соответственно следить за состоянием здоровья животного регулярная вакцинация соблюдение правил гигиенно содержания животных это основные правила профилактики. Осложнение кальцибероза в принципе это небольшое это обезвоживание самое наверное такие опасные это пневмония и поражение головного мозга это редкий случай обычно если вообще запущены баронхиты вследствие того что в животное место это потеря веса если кошка беременная заболела либо болеет во время беременности то может быть абортирование либо рожденные котята и выпадение зубов возможно это как осложнение в принципе все если есть какие-то вопросы давайте разберем я думаю каждый из вас видел кальцевироз и достаточно часто встречается иногда бывает что лечение очень долгое для лечения вообще вирусных заболеваниях особо универсальных препаратов не существует как и для кальцевироза кошек поэтому заключается в комплексном применении против вирусных антибиотиков и мы должны знать что антибиотиками вирусы не лечим просто лечим вторичную инфекцию которая чаще всего у нас протекает вместе с вершин если вопрос давайте если нет тогда спасибо всем за внимание ну тоже спасибо хорошо мяча спасибо мяча